Всем привет! Сегодня у нас будет письмо от подписчицы. Давайте я его зачитаю, приступим. Добрый вечер, меня зовут Надежда, моего любимого Ибрагим, мне 38, моему 34. Познакомились полтора года назад на сайте, если быть точнее, он меня нашел. Говорит, мои глаза ему понравились, и я поначалу не отреагировала на него, потом начала общение, и он как-то был навязчив, так много комплиментов, и я его отправила в черный список. Прошло пару месяцев, поменяла телефон, он опять начал писать, я не всерьез как-то к нему, он был слишком настойчив. И все-таки я согласилась встретиться, пригласила на прогулки без всяких каких-то мыслей, он почему-то оплатил мне такси, и я, когда я его увидела, во мне что-то зажглось такое родное, мое. Мы очень долго говорили обо всем, на любые темы, так просто, душевно. Мне еще не было ни с кем, так как с ним. Взаимная любовь, обсуждали все и вся. Он рассказывал о себе, о своей жизни, о родных. Он первое время называл по имени, а сейчас только Ашкам. Он в Краснодаре работает с дядей и племянником на стройке. Перед Новым годом ездил продлевать визу, но потом решил не ехать. Говорит, работа сложная, тяжелая, людей мало, платят мало, ну и все такое, в общем. Все-таки он приехал из-за меня. Пока был дома, сделал какую-то там тарелку с нашим фото, прилетел, мне не разрешил встретить, да и я приболела. Встречаемся мы сейчас уже редко, да и переписка и звонки очень тоже редкими стали. Когда видимся, все просто великолепно, любит, внимание в глазах много, огонь просто. Вот только он ничего не дарит, хотя это не так важно и главное, свадьбу хочет, детей, все как положено. Сказал, что родные знают, а по мне, что есть девушка, с которой он прилетает. Вроде все нормально, но какой-то страх, какие-то ощущения непонятные. Я по характеру эмоциональная, вспыльчивая, он спокойный, прям чересчур. Учит меня турецкому, говорит, когда буду жить в Турции, быстро научусь всему. У него контракт заканчивается в августе, посмотрим, что будет дальше. Может, я себя накручиваю, стараюсь кратко описать историю. Понимаю, что сложно давать советы у каждого своей истории, но все же хотелось бы услышать положительных советов. Давайте сразу начнем. Положительных советов не бывает. Есть советы, которые вы принимаете, либо они вам нравятся, либо нет. Когда человек запрашивает положительный совет, говорит о том, что ничего плохого я слышать не хочу. Это уже говорит о том, что я подозреваю, что что-то не так, но я не хочу слышать звоночки. Вы убедите меня в другом, что все хорошо. Я это делать не буду. И когда такой запрос, говорит, я обо всем... Это проще назвать, я все понимаю, меня многое настораживает, но я не хочу в это видеть. Переубедите меня, пожалуйста, в обратном. Это вообще не к психологу тогда. Это можно спросить об этом подружку, маму, там, еще какую-то знакомую. Кто бы вам сказал то, что вы хотите услышать. По сути, запрос, скажите мне то, что я хочу услышать. Делайте из этого выводы. Не зря у вас сомнения и все прочее, потому что стало меньше общения. Вообще, честно говоря, история, конечно, очень. Это вкратце написано, что очень трудно. Тут говорить по сути нечем. Все обтекаемо, ничего конкретного. Вас не зря смущает то, что он там не дарит подарок и все прочее. Потому что у него нет денег. Он же вам сказал, я работаю на стройке, денег у меня немного. Ехать, возвращаться не хочу, вернуться только ради тебя. Ты мне нужна. Стали меньше встречаться, меньше общаться. Я бы не сказала, что это там сходит на нет. Какие-то проблемы в этом есть. Что там развернуто, каких-то эмоций, я понять не могу. История, к сожалению. По сути, я прочитала и ни о чем. Не могу ни за что зацепиться, что-то прокомментировать. Тут зацепляться не к чему. Очень сжато написано и непонятно. Хочу что отметить, что я здесь вижу по вам. То, что у вас невротические отношения. И вы видите, что мужчина вам не подходит и не нравится. Но вы верить в это не хотите. Знаете почему? Потому что вот эта история царевны, которую нужно добиваться. Я имею в виду царевна, которая закрыта в замке. Приходит рыцарь, убивает дракона, еще что-то делает. Либо просто приходит рыцарь, добивается ее. Лезет там по отвесной скале к стене этого замка. К ней. Вот эта вся история. То есть у меня у вас было сопротивление изначально. Он мне писал, он был настойчивый. Мне это не нравилось. Я добавила в черный список. Я потом сменила телефон. Он опять начал общаться. То есть он с черного списка выпал. И он все равно вас уломал навстречу. Но вы же не хотели. Если бы вы не хотели, вы бы и на это не шли. Это говорит о невротических отношениях с Адамаза. Я не хочу, но я позволяю это делать. Я не хочу против своей воли. Понимаете, когда человеку не нравится, он это не берет, не делает. Человеку не нравится, когда его так вот добиваются. На стыр налезут, что вам не нравилось изначально. Выполнен с черного списка. Она его повторно добавила. Вот и вся история. А вы на это пошли. То есть изначально вам хотелось такого человека, который будет добиваться. Но на данный момент эти добивания закончился этот период. И сейчас у вас стало еще меньше общения. Вы уже поверили в какую-то любовь, сказку и все прочее. Вообще, я хочу вам посоветовать смотреть правде в глаза. Понимать, что вам этот мужчина в дальнейшей перспективе долгоиграющей, что он вам как женщине, вам уже 38 лет, надо понимать, что он вам может дать. Вот на данный момент он вам ничего дать не может. Обещать что-то там в Турции. Если он поехал на заработки в Россию, куда-то на стройку, в Турции у него тоже ничего нет. Как бы правильно выразиться, ждать чего-то от него фееричного, кроме, скажем так, своей любви, дать он вам, скорее всего, ничего не сможет. Какого-то уровня там в жизни или еще что-то. Не говорю, что там он бедный, это плохо, кидайте его, вы найдете лучше. Я не про это сейчас. А по фактам, да, будем смотреть. А у него нет таких перспектив. Он 34 года, он не хочет развиваться. Ну, в письме, по крайней мере, это ничего не написано. Он даже не обещает чего-то, вот обещаний нет. Он просто сказал, что я с родителями, мы полтора года, обратите внимание, вы ни с кем в семье, он сказал, что семья обо мне знает. Ну, сказать можно все, что угодно. По факту, вы их даже в скайпе нигде не видели. Вы не можете знать, знают они о вас или нет. Действительно, может обманывать, понимаете. Очень все похоже. По факту зацепиться не за что вообще. Ни обещаний даже никаких на будущее нет. Нет знакомства с семьей. Нет никаких финансовых перспектив у него. Ни карьеры, ничего. Он говорит, я не хочу возвращаться к вам сюда, в Россию, в Краснодар на заработки. Мало денег, платят там, траляля. Вернулся только чисто ради тебя. Тебя контракт мой закончится в августе месяце. Ни обещаний, ничего нет. Вы вот этого и не хотите слышать. К сожалению, то, что я вам говорю. Мне как бы неприятно, с одной стороны, какие-то плохие вести. Открывать ваши глаза на что-то. Но вы все это сами знаете, чувствуете. Поэтому у вас в конце письма приписка. Хотелось бы услышать положительных советов. А советы положительными не бывают. Либо вы просто принимаете совет, делаете выводы какие-то и поступаете, как хотите. Либо полностью принимаете. Это совет. А совет, как он может быть вообще положительным? Это же не оценка никакой. Такая оценка может быть положительной, либо отрицательной. Совет положительным не может быть. Поэтому, мне кажется, вы все понимаете. Мужчина ненадежный. Ничего толком не обещает. Семьей вы его не знакомы. У него заканчивается контракт в августе. И вам надо понимать, что делать. Что же вот на август, собственно, идет уже. Честно скажу, совет, раз вам нужен, позитивный. Живите для себя, не ориентируясь на этого мужчину. Смотрите то, что он делает по действиям, по фактам. Обещания даже, которых он не дает. Вот живете и живете дальше. Уехал он в свою Турцию, посмотрит, что он будет вам писать, говорить, как будете общаться. На это все нужно время. Его надо проверять временем. По факту. Пока он рядом с вами в одном городе, даже он здесь, в городе, стало меньше звонков редких, меньше общаемся, меньше переписки. Мне кажется, уже потихонечку все сходит на нет. Он готовится к своему отъезду. Вам просто не хочется это признавать и это видеть. Но честно скажу, уж лучше одной, чем таить какие-то надежды, чтобы ждать чего-то, обманываться. Лучше не обманываться, видеть правду, признавать ее, идти дальше, улучшать себя, а не сидеть и ждать у моря погоды, и даже никаких обещаний толком нет. Но почему, я вам скажу, у вас сыграло, о, мне так понравился, такая любовь, мы с ним так хорошо общались. Возможно, да, это чувство и любовь, но он так выделяется на фоне других ухажеров, которые у вас были до него, либо во время, когда вы с ним общались, других мужчин выделился, потому что сработал у вас механизм невроза. Он слишком настойчиво. То, что типа вам не нравится, на самом деле вы этого и ждали, вас добивались. Сначала через отрицание, с весь механизм вашей любви спрятан в этом, в невроте, которому надо было добиваться, вот это садамаза. Сейчас вы тоже немножко кайфуете от того, что это же эмоции, переживания, это же так интересно. Я же его люблю. Вот видите, я вам дальше сейчас рассказываю. Я хочу положительных советов. Я вам говорю, вот так, вот так, вот так, по факту, ждать особо что-то нечего. Человек даже ничего не обещает. Ну, у вас что, какой сейчас отведут? Ну, я же-то его люблю. Тут хоть укол на голове чеши, но он-то мне нравится. Ну, что ж. Нравится не он вам, а невроз ваш, который вы обслуживаете благодаря этим невротическим отношениям, потому что мужчина доставляет неприятные эмоции. Когда, я вам так скажу, когда любят по-настоящему, предлагают, пересовывают перспективы будущего, он вам просто говорит, свадьбу хочет, детей, все как положено. Но что он сделал для этого за полтора года? Ничего, понимаете? Говорить можно много. Давайте по факту смотреть. Когда любят, предпринимают действия. Если он хотел семью и детей, он же за полтора года нашел бы возможность познакомить вас со своей семьей даже по интернету. Понимаете? Он этого не сделал. Он бы с вами говорил хотя бы о перспективах, а как мы можем жить, переезжать в Турцию? Что мы там будем? Искал бы работать. Он не готовится к этому даже. Он живет сейчас одним днем. Ну, или бы вы в письме это так написали, что из этого такие выводы следуют. Так что у меня для вас позитивных советов нет. Я надеюсь, подписчицы позитивные советы оставят. Если вы со мной не согласны, тоже об этом пишите. Это как бы не повод для споров. Каждый остается при своем мнении. Может кто-то видеть эту историю по-другому, но я вижу именно вот так. Как бы по факту на самом деле тут хвататься не за что. И честно, лучше самой себе заранее обрубить крылья и на что-то не надеяться, чем потом разочаровываться и страдать. То, что, собственно, вы и к чему и ведете. Это невроз. Так невроз просто работают. Невротические отношения, да? Мы ждем чересчур много, а потом этого не получите. И вы тоже будет повод пострадать, пожалеть себя. и, короче, любви большой. Любовь через боль у вас. Это не так. Любовь через любовь. Но здесь мужчина не особо ничего не проявляет никак. Поэтому просто вот как он дает сколько в отношениях, так и вы к нему относитесь. Настолько и вы его любите, контролируете себя, не давайте много эмоций. Потому что потом будет очень неприятно, обидно, больно. Кто так же считает, пишите в комментариях или не так. Спортите со мной как хотите. Я вот свое мнение высказала. Девушка ждет позитивных, положительных советов. Давайте ей, пожалуйста, поддержите ее. Жду ваших комментариев. Почта для ваших писем, предложений, записи на консультацию у меня под видео. Спасибо за внимание. Скоро увидимся.